Что мы сделали? Социологи от журналистов отличаются тем, что мы не ищем ярких картинок, мы делаем некоторое методическое наблюдение. Мы пошли сначала по всем вокзалам, но как точкам притяжения бездомности и их трансферам. Потом мы взяли справочник, слава богу, он и есть, мест, где бездомным оказывается та или иная помощь, и пошли по этим местам. На это ушло месяц, и в общей сложности было произведено около 300 наблюдений. Фиксация каждого наблюдения – это человек. Кроме этого, где-то около 20-30 людей, даже с 30, если взять небольшие разговоры, удалось поговорить более-менее развернуто. То есть вот так вот подсесть, а что, да как, что происходит, а как вы к этому относитесь, а как вы к этому. Там возникали разные казусы, и это не только разговоры, это еще и наблюдение за средой, потому что когда вы попадаете в ситуацию близкого общения, а не бросаете мелочи, убегаете в сторону, исполнив гражданский долг, то тут возникают такие очень интересные вещи. Ну, например, на трех вокзалах разговор с бездомным, вот все как-то так, обычные, такие, ну как обычные, обычные для бездомных истории, фантастические для любого человека, имеющего дом. То есть там, ну, все краски того, что можно было бы сказать волшебной сказкой по пропу. То есть и есть и герой, и антигерой, и есть помощники, и есть чудеса, то есть много чего есть. И вот идет проходом мужичок такой, видно, что он бежит на электричку, у него из кармана куртки торчит бутылка водки. Он подходит, Бизон, выпить хочешь? Мы разговариваем, выпить хочешь? Тот еще не успел ничего ответить, он ему берет стаканчик пластиковый, наливает это и отходит, сам выпивает. К нему, а что вы делаете-то? Ну то есть, а что здесь происходит? Говорит, вы понимаете, я еду домой на электричке, работаю, ну а кто ему еще нальет, как не я? Вот, налил, то есть выпили, ну а что мне, одному что ли пить? То есть у меня уже четушка кончается, а вот с ним как бы и нормально все. И тот тоже крякнул, потом, правда, сказал, ну дайте хоть что-нибудь закусить-то. Вот, и за пирожком сбегал. Ну то есть вот такие вот казусы взаимопомощи и представления о том, как можно помогать людям, лишенным крова. Но нужно сказать, что этот-то казус, он даже более человечный, чем многие казусы, с которыми ты сталкиваешься, когда видишь, ну, некоторое официальное представление о том, кто же такие бездомные и как с ними нужно поступать. Естественно, в этих разговорах тут же у нас всплыли официальные органы, то есть то, что называется наилловайской. То есть наша социальная служба в городе Москве за счет бюджетных средств, за счет такой активности, она вообще-то выделяется на фоне других городов, и действительно они заметны. Чего стоит социальный патруль, о котором знают все бездомные, независимо от того, попадали они под его опеку или не попадали. О том, что происходит наилловайской, знали все наши собеседники, опять же, кто-то из них, даже там и не бывал ни разу, но все очень точно знал. Я, конечно, стал интересоваться, мы же Ранхикс, мы имеем непосредственное отношение к государственной службе, у нас есть печати, у нас есть статус, мы написали запросы, наши запросы до сих пор рассматриваются. Мы будем писать еще, то есть это несложно. Но кроме этого, конечно, я начал листать страницы, веб-страницы этой службы по реализации социальной политики в отношении бездомных. В Москве это довольно развернутая служба. Она не только на Иловайской, она по всему городу рассредоточена, есть специализации там для женщин, для мужчин. Что бросилось в глаза в первую очередь? Что начальники региональные, это не региональные, это по округам учреждений, мужчины с такой вот боевой выправкой, я их начал искать, то есть в фейсболе, никого нет, одного нашел случайно. Ну, как обычно, страница такая, где только поздравления с днем рождения, с днем рождения и все остальное. Мы понимаем, как сейчас госслужба смотрит на излишнее проявление себя в социальных сетях. И тут вдруг появляется там с праздником, товарищи офицеры. Понятно. Многое становится понятным, когда ты видишь, что социальная поддержка бездомных с точки зрения государства, это такая, знаете, загородный клуб ФСИНА. То есть и вот эти вот люди, которые вдруг попадают в эту жесткую ситуацию, тут же приписывают статус, ну, как минимум людей, нарушающих общественный порядок. Вот улица у нас так, а ты что-то как-то вот, ну, сильно выделяешься. Да и граждане недовольны. Не дай бог ты зашел в метро. У тебя же весь вагон шарахаться начнет. Действительно запах неприятный. И это неприятно всем. Поэтому что мы должны делать? Вызывать патруль, садить их в эту машину и везти на Иловайскую, на дезинфекцию, ну и так далее, на обработку, санпедобработку. Разговариваем с одним бездомным, он говорит, вы понимаете. Я говорю, а что вы не едете? Там же ночлег будет, покормят, еще и там как-то, ну, проверят, а вдруг у вас какое заболевание, там врачи есть. Он говорит, а вы понимаете, я вот туда, мы приедем. А он, мужичок такой, как обычно, вонючий, безумный. То есть, ну, ты стоишь, ты, конечно, хочешь проявить милосердие, а милосердие от тебя отталкивается. То есть, вот как бы вот так вот. И он говорит, вы знаете, я там раз был, это же бомжатник, там жить невозможно. Там же, там если не с сифилисом, то туберкулезом, там такое, что, конечно, нет, хоть в тюрьму меня сажайте, на Иловайскую не поеду. Понятно же, что это, ну, и при увеличении здесь нет задачи. Мы не сыщики и не проводим оперативно-розыскные мероприятия. Мы не оцениваем Иловайскую, там не ставим на вид и не пытаемся создать прецедент для организации комиссии по выполнению работ. Но мы говорим о следующем, что государство институционально, не потому, что там господа офицеры, не потому, что там люди в погонах или там с какой-то деформацией профессиональной, а институционально, потому, что это государство. Оно не способно оказывать квалифицированную помощь бездомным. По принуждению нельзя быть милосердным. Нельзя по поручению проявлять доброту. Так построена государственная система оказания социальной помощи, что она реализуется через бумагу. Она реализуется через отчетность. Разрыв между отчетностью и реальными делами в Российской Федерации уже настолько велик, что любая инновация, приводящая к реализации той или иной государственной программы, особенно в таком сложном контексте, неминуемо приводит к фейлу, то есть неминуемо приводит к ошибке. Поэтому государство, исходя из наших всех разговоров, я пришел к глубочайшему убеждению. Единственная функция государства – это функция регулятора. Это функция, определяющая некоторые стандарты, но желательно безнадзорной функции, потому что как только появляется надзор, то, в общем-то, туши света с этой отрасли все уйдут. Регулятор, который пытается наладить взаимодействие. Единственный поставщик социальных услуг – это, конечно, НКО. Это, конечно, вы совершенно безумные люди, которые тратят свое время, чувства, эмоции на то, что благонадежные граждане воспринимают с таким изумлением и в лучшем случае крутят у вестка. Почему? Да потому что, ну как же помогать тем, кто сам выбрал этот путь? Вот это вот я слышу постоянно. Причем самое печальное, что этот нарратив, нарратив об некотором заслуженном оказании на улице. Я это заслужил. То есть вот я на улице, потому что я вот так вот плохо себя вел, потому что там была тюрьма или наркотики, или еще черт знает что. Вот поэтому я здесь. Этот нарратив, он, конечно, ну нарратив, я бы сказал, так, отлукавого. Он вменен очень часто в сами НКО. Каким образом вменен? Ну вот этим изумлением. А что им помогать-то? Помогай, не помогай. Чуть отвернулся, он уже выпил. Чуть что-то сделал, работные дома. Ты что пьешь? Все, ты пьешь, уходи отсюда. Наш дом не для таких. Наш дом не для пьянчук, не для вот этих, не этих, не тех. Этот нарратив вменен в самих людях, потому что он сидит, выпивает и говорит, ну а что, на что я гожусь? То есть я заслужил эту жизнь. И тут же возникают благонадежные такие граждане, которые говорят, да, заслужил. Помогать надо только тем, кто встал на путь исправления. Дом – это некоторый дар, это некоторый подарок, это некоторое наше одолжение этим людям, потому что они исправились. В корне неправильная позиция. То есть в корне до такой степени неправильная, что, ну прямо до дрожжи в ногах и руках. Дом – это некоторая базовая ценность, которую можно сказать следующим образом. Прежде всего дом, потом все остальное. Прикинуть на себя. То есть я разговариваю с этими людьми, но так уж получилось, что с бездомными, я говорил меньше, в основном мои коллеги, и таких вот горячих ситуаций не появлялось. Но здесь нужно заметить следующее, из этих разговоров, что вытекло, что бездомность, вот часто говорят, вот это настоящий бездомный, а это не настоящий бездомный. А он вроде бы с пропиской, даже с домом, но почему-то не живет, почему-то на вокзале отирается, таких тоже много. Так вот бездомность, она в широком смысле, она гораздо шире, чем прописки и наличие дома. Очень часто человек не живет, ну потому что он гордый, потому что жена завела любовника, или потому что с детьми вышла такая ссора, что уже не зайти, или потому что вот какие-то люди слишком ушлые сделали так, что вдруг документы на жилье стали недействительными, оно каким-то образом продалось, ну и так далее, и так далее. То есть очень много людей, которые формально даже домные, но на самом деле они бездомные. И в этом смысле, конечно, помогает зарубежный опыт, который говорит, что бездомность это не то, что человек ночует на улице. Бездомность это и те, кто имеют крышу над головой, но не имеет того угла, угла для жизни. В этом смысле наши дома престарелых, а я занимаюсь стариками уже лет там 10, наверное, наши дома престарелых, это показатель бездомности. Наши старики вытеснены в ситуацию бездомности. Бездомности очень часто бездомным оказывается человек, который живет в семье, потому что он сидит в своей комнате, он сторожит эту жилплощадь, как бы для передачи внукам или там правнукам, и так далее, и так далее. В общем, бездомность понятие довольно широкое, оно как бы распадается на разные куски, и подходить к нему с точки зрения того, что ты вот там заслужи сначала бездомность, а потом уже заслужи сначала право на жилье, в ночлежке или еще где-то, а потом мы с тобой поговорим, это нарушение базовых просто, я даже не говорил о моральных, этических устоях, я говорил о рациональности, то есть это нарушение базовой рациональности. Это нормально, что человек, находящийся в такой ситуации, в которой находиться невозможно человеку, это нормально, что он замыкается, это нормально, что он пьет, это нормально, что он совершает какие-то противоправные акты. Чтобы это предотвратить, сначала надо предоставить жилье, и сначала начать с ним разговаривать не с точки зрения опеки, то есть вот, парень, я тебе сейчас буду помогать, посмотри, какой я хороший, сколько из меня блага идет по отношению к тебе, а с точки зрения того, что независимо от того, как он смотрит на тебя, предоставить эту услугу. Меня потрясла история одной девушки, которая врач оказывала услуги бездомным людям, не у нас, а в другой стране, она описывает такую историю. То есть к ней пришел этот человек несчастный, она видит гангрена, а препараты закончились, которые бы антибиотики, которые бы хоть как-то предотвратили вот это наступление. Она видит, ну все, то есть если не оказать сейчас помощь, то человек, ну просто завтра там нужно ампутацию проводить. Она пошла из своей аптечки, достала препарат, вколол и так далее, а человек ей говорит, слушай, а что ты, мол, только это-то сделала, давай еще сексом займемся. То есть как-то вот без этого, услуги нет. То есть она попыталась как-то отделаться от этого, ну погрубее ответила и так далее. Тогда он говорит, ну тогда серьги снимай. То есть какого хрена ты здесь делаешь? То есть снимай серьги и все, секса не даешь, дай хоть золото немного. Ну в общем, как-то обошлось это. И она задается вопросом, и что мне после этого сказать? Что, ну вот зачем таким бездомным-то помогать? Ты ему отдаешь от себя, все, а он тебе еще как бы изнасиловать и ограбить хочет, то есть говоря своими словами. И она говорит следующее, что мы помогаем не потому, что он хороший. Мы помогаем потому, что по-другому нельзя. Я могу, мне нельзя, лично мне нельзя, я могу поступить по-другому и прекратить вообще эту помощь, потому что, ну, этот описанный случай, он, конечно, ну чрезвычайно показательный. То есть, и мы поймем этого человека, который вдруг скажет, ну это не мое, я уйду, я не могу. И мы поймем и простим. Но этот человек не простит себя. Он скажет, что да, это так, но по-другому я не могу. Поэтому основной, основной вот вывод, я кручу эту презентацию, вы не думайте, что это идет параллельно каким-то другим потокам. Это ровно о том, о чем я пытаюсь сейчас сказать. И мой единственный тезис, а у социологов, у научных исследований всегда один тезис, поэтому они очень дорогие. Мой единственный тезис заключается в следующем, что первая ложь начинается вот в самих программах поддержки бездомных, которые реализуются как в государстве, через государственные бюджеты, так и через различные частные пожертвования. Когда бездомных показывают, как людей благостных, благодарных за помощь, за поддержку, которые всячески сами хотят проявить помощь своим благодетелям и так далее, и так далее. Конечно, такие люди есть, но эти люди, которые уже практически вышли из состояния бездомности. Человек, находящийся в социальности, в состоянии бездомности, как правило, агрессивен, как правило, держит в кармане фигу по отношению к своим благодателям. И у нас были случаи, когда мы говорили и на улице об организации, а потом встречали его в организации. Он смущался очень сильно. То есть на улице он нам наговорил, черти что. А в организации, конечно, как бы в этих стенах он проявляет элементы вежливости. В этом смысле люди все вежливые и нам всем не чуждо это. И тут возникает вопрос. И чего? А где правда? Ну и что нам с этим делать? А с этим, как говорят социологи, делать только одно. Чтобы действительно оказывать поддержку, чтобы находиться в этой сфере осмысленно, нужно перестать прятать в заднем кармане реальные практики коммуникации, реальные отзывы. Но другое дело, что здесь есть другая опасность. К сожалению, наша сфера государственных услуг и государственной поддержки и опеки бездомность попадает в категорию сверх бедности. И поэтому государство, по крайней мере, наше государство декларирует себя социально ориентированным. Оно будет всегда пристально сюда смотреть. Оно всегда оценивает. И поэтому, конечно же, все на всякий случай прячут и вымарывают эти условия, вымарывая при этом некоторую откровенную правду, некоторую откровенность о том, что здесь происходит. Поэтому резюмируя, я хочу сказать следующее, что вымарывать не надо. Надо это подавать и с этим работать. Иначе за подобными вещами мы вымараем и настоящую правду, которая окружает нас, из которой мы живем. А правда заключается в следующем. Если мы не будем помогать бездомным, мы перестанем быть людьми. И это самое главное в нашей жизни. Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий. Очень эмоциональное исследование и выступление. Пожалуйста, вопросы. Продолжение следует...